Привет, друзья! Это школа воркаута, и мы находимся в гимнастическом зале, а это значит, что выпуск интересен. А еще более интересным выпуск сделает мастер спорта по гимнастике Сергей. Он находится сзади нас, и он выдает крутой уровень, и сегодня покажет нам базовые упражнения гимнаста на разных снарядах. Для того, чтобы укрепить кор, для того, чтобы укрепить спину, руки и так далее, что очень важно в калистенике, в гимнастике, в воркауте, неважно. Итак, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вот Сергей, про которого я говорил, мастер спорта по гимнастике. Сегодня он нам расскажет некоторые упражнения на разных снарядах, базовых, гимнастических, которые приведут к росту силы верха тела, пресса, кора, всего. Правильно? Правильно. Вот, давайте узнаем, что он нам подготовил, и так как мы рядом с канатом, я думаю, что начнем мы с каната. Давай. Сейчас покажем базовые упражнения работы на канате. Начинают это делать даже в детском возрасте. У нас возрастная группа гимнастов, поэтому смотрим, повторяем. То есть поднимаемся мы в угле, ноги держим немного врозь, и сейчас Сергей покажет, что опускаться мы будем с небольшой паузой и отведением другой руки в сторону для того, чтобы еще и статику проработать. Работают здесь у нас руки, грубо говоря, тянущие мышцы рук, тянущие мышцы спины, а также пресс удерживает наши ноги в положении угла, ноги врозь. Примерно так. Так, по технике, в принципе, я объяснил, и теперь я попробую повторить. Сегодня все, что Сергей будет показывать, я буду пробовать повторять. Я думаю, что на канате будет попроще, на кольцах будет, в принципе, нормально. А вот уже конь, брусья и такие снаряды, к которым я не особо привык, будут сложнее, но тем интереснее. Я думаю, вам тоже будет интереснее, вы сможете это тоже попробовать и посмотреть. Сложно это, вам не сложно, непривычно, может быть. Погнали. Как раз здесь важно коленочку держать. Оп. Итак, сейчас мы переходим к брусьям, и нам покажут упражнение база для самолета. Вообще, база для колец, самолет, горизонт, такие вещи. Итак, самое главное, чтобы брусья были хотя бы вровень плечам, чтобы удобно было оттолкнуться. Руки кладем. Сверху, на жердь, плечами можно упираться. Здесь брусья у нас подвижные, они разводятся. То есть, ширина тоже, соответственно, регулируется. Помешивая делать. Ну, как бы для начинающих лучше делать брусья хуже. Так как, соответственно, больше поиска соприкосновения плеча идет к жердью. Руки кладем на жердь. То есть, грубо говоря, мы лежим на брусьях. Работают только мышцы спины и живота. Ну, тут еще все равно плечами приходится упирать. Да, еще плечи работают тоже. Но они в меньшей степени, чем их, нежели это было бы на кольцах. Ну да, в самолете или в горизонте, потому что там они ни на что не упираются. Да. Ну что, давай я попробую. Просто на статику, да, держим? Да. Окей. Нормально? Артем пошире меня. Ему будет проще в этом плане. А, вот, да, сразу проще. А я вот уже чувствую, что будет сложно. Давай, я придержу. Не, нормально, нормально. Я чувствую грудь. Чуть-чуть ниже у тебя получается немножко овалом. Чуть-чуть, ну, в тазу, в тазу угол, но меньше. Больше прямая линия была. Покажем базовые упражнения. На коне, маховую часть, начинается это упражнение с юношеских разрядов. Здесь уже будет сложнее для меня. Давай. Погнали. То есть, главное почувствовать, как масса тела на плечо загружается с перемахом. То есть, вот мы делаем небольшое отпускание руки, когда загружаем тело на эту руку. Здесь самое сложное для детей, ну, и для взрослых, что держать колено, чтобы она здесь спала, когда впереди нога не сгибалась. Так, ну, сейчас мы попробуем. На самом деле, я уже знаю, что это будет тяжело, потому что это уже больше с техникой связано. Не только на силе тут просто не вывезешь. Но, тем не менее, я надеюсь, что понимание тела холистеники мне поможет в этом. Так, ты меня поправляй сразу же. Давай. Почувствуй движение, вот как на одну руку, на другую, на одну, на другую. Здесь особой растяжки для начала не надо. Просто почувствовать, как тело ходит. Вот этой ногой, правильно? Ногой задней, да, замах делаем. Замах? Да. Просто меня сразу сваливает? Высоко не надо махать. Ага. Для начала просто почувствовать, как ходят плечи, как ходят ноги. Собственно, вот. А, не в ту сторону, правильно? Ну, не в ту, но есть и такое упражнение тоже. Надо назад, ага, понял. Сейчас немножко подохнуть. И еще раз я попробую. Погнали, я возьму. Как вы, наверное, уже поняли из данного видео, важна не только сила, но и умение ее применять, а также гибкость. С всему этому вы можете выучиться у нас в базовом курсе, так как я добавил и гибкость вверхотела в этот базовый курс. Все по такой же цене пока что остается, так что обязательно переходите быстрее, не теряйте время и увидимся там. Да, обратно. Смотри. Одной ногой другой. Одна нога вот впереди, перемах, другая нога вперед, назад. Да, надо маятник вот этот поймать. Погнали. Перемах. Оп-па-па-па-пам. Почти. Вот потому что ты, знаешь, почему свалился? Потому что у тебя тело не загрузил на руку, а у тебя оно ушло в сторону, соответственно ты упал. Ага. То есть больше перенести вес? Да, здесь движение рукой от тела, то есть ты упираешься на руку и таз выдергиваешь наверх. Понял, понял. Все равно меня сваливает, то есть еще больше, да, надо сюда завалиться? Первый блин комом, но для начала неплохо. Не, я доделаю, доделаю. Но мне просто надо понять, насколько сильно надо перевести сюда тело. Может мах больше сделать просто? Ну, в данном случае здесь тебе больше не надо. Здесь. Просто я смотрю, как ты вот той ногой, задней машешь, прям вообще сильно. А у меня она валяется внизу. Вот. В идеале довести, вот, да, чувство, что ты чувствуешь, как ноги перемативаются. Угу. И как работают плечи. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, сваливаюсь. Нет, на самом деле нужно больше маха. Уже лучше, чем первый раз. Да, 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 да. Вот сейчас, последний раз, будет самый лучший. Ну и чего, пробуем последний раз. Надеюсь. Спортсмен, я думаю, заключительный. Заключительный, да, заключительный раз. И надеюсь, что он будет неплох. Не так плохо, как первый, по крайней мере. Ну, по крайней мере, ты почувствовал, как тело на плечо загружать. Вот, да, да, да. Все равно, мне кажется, если я заднюю буду больше вымакивать... Ну, правильно, это уже следующий этап. Здесь, когда я перенамахнул, вот, задний уже... Ну, у меня тоже не эталон. Ну, блин, для меня это очень круто. Если вы, кстати, хотите увидеть больше упражнений на коне, потому что он меня очень интересует, снаряд. У меня все снаряды интересуют, которых у меня не получается. Но, как ты в тот раз мне сказал, что у меня, в принципе, генетика лучше для коня, допустим, чем для колец. Поэтому... Телосложение, да, как раз коневика, если с точки зрения гимнастики смотреть. Длинные руки, тонкие ноги. Перешагивать через ручки просто на... Так что, я думаю, что будет очень интересно вам посмотреть какой-то прогресс в этой сфере. И мне самому интересно поразвиваться. Будет прикольно. Так что не забывайте с вас лайк, если вам нравится эта идея. И в комментариях напишите «Хочу коня». Это плохо. Не пишите «Хочу коня». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...